Информационную картину дня дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте, партнер программы Россельхозбанк. Информация по расписанию игр на сайте Федерации волейбола Удмуртии. И начнем с футбола. Игроки «Ижевского торпеда» накануне принимали на своем поле лидера женского чемпионата России – московская ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Купол». Илья Вихарев побывал на матче и сейчас подведет его итоги. На поле «Москвички» вышли в статусе лидера чемпионата страны, занимая первое место в турнирной таблице. Аплодисменты уверенности и качества игры красно-синих в итоге вылились в первый гол Юлии Мясниковой на 29-й минуте. В начале второго тайма «Ижевчанки» за минуту пропустили два гола от Надежды Смирновой. Четвертый мяч на 87-й отправила в ворота «Ижевчанок» Екатерина Сочинева. В итоге 0-4. Конечно, у нас нет такого, что мы настраиваемся на то, что нам одну игру выиграть, можно две проиграть, и мы и так чемпионы. Или какую-то ничью нет, мы будем подходить к каждому матчу, подготовленную на все 100%, а этот матч закончился положительно в нашу сторону, и мы очень этому рады. Футболистки «Торпеда» с горечью констатируют, получилась игра в одни ворота. Выложились на 100%, я думаю, все, никого вообще даже, мне ни в чем-то не хочу. Все молодцы, каждый за каждым, как бы слов нет. Тренер «Торпеда» Константин Кайгородов доволен началом игры, а вот в начале второго команда получила сразу два мяча. Не достучался до девчонок, говорит наставник. Понимаете, был бы хотя бы один быстрый футболист впереди, уже можно было ЦСКА создать определенные проблемы. Несколько раз протащили, да, огрызнулись, уже и ЦСКА не такое, скажем, будет смелое. Но когда мы его отбираем, две-три передачи, и он обратно идет, этот момент все равно бы наступил. ЦСКА фактически чемпион страны, отрыв от «Локомотива» целых 12 очков. Но принимать поздравления с чемпионством главный тренер «Москвичек» отказался. Нужно сначала доиграть оставшиеся матчи, а игрой с «Торпеды» доволен. Мы владели, скажем, преимуществом, большим очень и территориальным, и игровым. Абсолютно заслуженно победили. Поле, скажем, оно натуральное, все равно. Я считаю, что это очень хорошее поле для этого времени года, тем более. И организаторы матча постарались в этом отношении, чтобы оно было в хорошем виде, что позволило, в принципе, и показать хороший футбол сегодня. В «Торпедо» сложная ситуация, уходят футболистки. Возможно, ижевчанкам придется покинуть высшую лигу, отмечают наставники. 27 октября «Торпедо» сыграет со звездой 2005 из Перми. Сейчас в активе нашей дружины 7 очков и 8-е место турнирного рейтинга. Играли дома и волейболистки, и «Толмаз», и «ЖГТУ». Соперниками «Жевчанок» был Череповецкий клуб «Северянка-3». Оба поединка подопечные Алексея Промышленникова выиграли с одинаковым счетом 3-0. Следующий тур чемпионата страны выше ЛГБ наша команда проведет на выезде. 31 октября, 1 ноября в Череповце, 3-4 в Санкт-Петербурге. Завершился в Ижевске и Всероссийске волейбольный турнир «Общество Динамо». Последний раз столь крупные соревнования проходили в столице Удмуртии 5 лет назад. Боролись за награды в этом году 15 команд. В первой группе победителями стали волейболисты из Татарстана. Во второй – сборная Удмуртии, в третьей – команда Ульяновской области. К другим темам спортфаковцы отметили юбилей. В этом году Институту физической культуры и спорта исполнилось 70. Празднование прошло в Государственном цирке Республики. Собрались там преподаватели и сотрудники факультета, а также нынешние студенты и выпускники разных лет. Мы стали свидетелями этой встречи. Уже в фойе объятия, поцелуи, счастливые улыбки большинство выпускников факультета не виделись много лет. Судьба их разбросала по разным уголкам страны. Но практически все они в один голос уверяют – счастливее тех пяти лет учебы на спортфаке в их жизни не было. Столько лет прошло уже, больше 25 где-то, да? 25. Конечно, приятно, конечно. Многих, вообще со многими общаемся, но приятно видеть тех, которых давно не видел, лет 20 назад, да? Вообще просто как бы… Меняются люди, честно, или мы видим их тех? Нет, те же самые, те же самые ребята, те же самые. Вот я сейчас, когда сюда шла, я видела, как около цирка встречаются выпускники. И вот это, мне кажется, это вообще комбинация праздника, когда выпускники, которые закончили в разное время, для них это возможность встретиться, поговорить и вспомнить свою студенческую молодость. Уровень преподавания на спортфаке всегда признавался высочайшим. Там учились и учатся люди целеустремленные. Мы выпускаем в самых лучших в мире учителей, тренеров и самых лучших в мире людей, коммуникабельных, которые могут всё. Всего для меня, дадим вас, мать, фактфаку. Сегодня мы удаем всеми детям, фактфаку. Кадры факультетской хроники, ожившие страницы истории, лица любимых преподавателей, пробудили воспоминания и вызвали бурю эмоций абсолютно у всех. Я хочу сказать, что мне легче было, наверное, Олимпийские игры выигрывать, чем учиться в университете на спортфаке. Почему? Хочу сказать, что у меня очень было мало времени. Конечно, это очень сложно, большим спортом связывать учебу. Но мне хочется очень большое спасибо сказать, что все преподаватели спортфака в те годы шли на встречу. Я очень благодарна им. А это уже нынешнее поколение студентов спортфака. Его сегодняшний день со свойственной спортсменом динамичностью выступали на сцене. Такими студентами ректорат университета может гордиться. Спортфак рует! И информация для поклонников хоккея. Завтра, 22 октября. И Сталь проведет очередной домашний матч в рамках чемпионата ВХЛ. Принимать на своем льду и живчане будут команду «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Начало игры в 7 часов вечера. Ваша поддержка и Сталь нужна. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова